В нынешнем году исполнилось ровно 30 лет с еще одного печального момента отечественной истории – проведение плебисцита, который сегодня все почему-то называют референдумом о сохранении СССР. Говоря объективно, действительности это соответствует далеко не в полной мере, подвохи, по сути дела, лишавшие референдум всякого смысла, были заложены как в самом механизме его проведения, так и в поставленных на нем вопросах. Впрочем, не будем забегать наперед, а лучше попробуем разобраться в вопросе, по сей день не дающем покоя миллионам людей, можно ли было сохранить нашу родину, Советский Союз, используя то самое всенародное волеизъявление 30-летней давности. Ошибка Ленина, упущение Сталина, предательство Горбачева. Начиная, как положено, с истоков и корней вопроса, стоит упомянуть вот о чем. Советский Союз изначально мог избежать той заложенной под само его основание мины замедленного действия, которая являлась записанная в его первой конституции, принятой в 1924 году равноправие республик и их право на самоопределение, простиравшаяся вплоть до возможности выхода из СССР, а все и лич с его идеями о пролетарском интернационализме, благодаря которому именная такая формулировка и была принята при образовании СССР. Ну, как же, ведь Российская империя была тюрьмой народов, а возникшая на ее обломках первая в мире государства рабочих и крестьян, совсем другое дело. Оправданием для вождя мирового пролетариата может в данном случае служить то, что он свято верил в мировую революцию, которая в самом скором времени охватит вслед за нашей страной весь земной шар или, по крайней мере, большую его часть. Не включать же, в самом деле, в состав РСФСР всю территорию планеты. Ну, это и лич так считал. У наркома по делам национальностей товарища Сталина на сей счет было абсолютно другое мнение. Именно он выступал за то, что и Украина, и Белоруссия, и Закавказье, и Туркестан должны войти в состав новой, советской России. Да, на правах широкой автономии, в качестве братских народов, имеющих равные права с русскими, и нисколько недискриминируемых, но без всяких там глупостей о самоопределении и выходе из состава государства по собственному хотению. Иосиф Виссарионович был в тот момент еще весьма далек от руководства создававшейся, в том числе и им великой державой. Но уже тогда в полной мере проявлялась его гениальность. По крайней мере, умение точно просчитывать варианты на множество лет и ходов наперед. Вызывает удивление другое. Почему Сталин не изменил статус СССР впоследствии, когда обладал всей полнотой власти в нем? Ведь были же возможности, хотя бы в момент принятия знаменитой сталинской конституции 1936 года. То ли власть вождя была не столь уж абсолютной, как это принято считать, то ли жизненные реалии вынудили его несколько подкорректировать позицию. Можно предположить, что уже видя на горизонте возвращение Прибалтики, западных Украины и Белоруссии, Иосиф Виссарионович прекрасно понимал, что в глазах мирового сообщества, будь оно трижды неладно, совершенно по-разному станут смотреться их включения в состав России и в братскую семью союзных республик. Так или иначе, но ленинскую ошибку Сталин не исправил, и это стало одним из его немногочисленных, но очень серьезных упущений. У великих людей и победы великий из генеральных секретарей ЦК КПСС и первый и президентов СССР, Михаил Горбачев, который, помнится, лепетал о том, что путем проведения референдума, о котором у нас собственно и идет речь, он отчаянно пытался спасти СССР, врет по своему обыкновению, как сивый мерин. В его исполнении это выглядит примерно как поведение субъекта, щедро подсыпавшего человеку цианидов-чаек, а потом бросившегося делать бедняге искусственное дыхание. Горбачев, изначально делавший все для уничтожения Советского Союза как государства, и голосование это затеял исключительно для того, чтобы подвинуть начавшего стремительно набирать силу и вес Ельцина. Интуитивно чувствуя, что этот его выдвиженец в конечном итоге и сожрет своего благодетеля, Михаил Сергеевич вертелся ужом на горячей сковороде, не желая понимать очевидного. Стоявший за спецоперацией по развалу СССР, Запад уже поставил не на него, а на Бориса Николаевича, как на более перспективного из двух иуд. Референдум с изъяном и подвохом. Никакие плебисциты не пришлось бы проводить в принципе, если бы Москва изначально отреагировала на первые же проявления сепаратизма в Прибалтике, на Кавказе, на Украине и в Белоруссии. Горбачев же вместо того, чтобы раз и навсегда поставить точку на разворачивавшемся на его глазах параде суверенитетов, если нужно, военной силой, колебался трясе, мямлил, топтался на месте, прятал голову в песок. Или, или выполнял четко намеченную программу, в рамках которой все как раз шло так, как и нужно. Второе представляется мне намного более вероятным. В 1990 году о своей независимости успели заявить помимо гордых прибалтов Украина, Белоруссия, Армения, Туркмения, Таджикистан, Казахстан, Киргизия. К тому моменту, когда Горбачев вылез на трибуну шестого съезда народных депутатов СССР со своим проектом обновленного союзного договора, это по сути дела уже была комедия чистейшей воды. О сохранении СССР в том его чистом и первозданном виде, который закладывался в 1924 году, и речи идти не могло. Недаром же депутаты съезда изначально хотели вынести на референдум не один, а целых пять вопросов. У граждан предлагалось поинтересоваться, видят ли они будущее союзное государство, а единым, б социалистическим, в с советской властью, в виде рации совершенно суверенных государств. Ну и заодно узнать желают ли он, чтобы в этом новом союзе однозначно соблюдались права и свободы всех национальностей. Полнейший абсурд вы не находите. Что за уродец должен был бы появиться на свет в результате. То ли не Советский Союз, то ли союз не советских и не социалистических. Да нет, не республик, а суверенных государств. Кстати говоря, Горбачев вместе со всей этой ересью рвался провести плебисцит еще и по поводу введения частной собственности на землю. Правда, вовремя понял, что уже окончательно перегибает палку, и хоть тут дал задний ход. В конечном итоге на референдум был вынесен все-таки один вопрос. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик, как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. Впрочем, то, что упустили в центре, восполнили местные самостийники. Шесть республик СССР, фактически уже бывших, Латвия, Литва, Эстония, Армения, Молдавия, Грузия референдум проводить вообще отказались. На их территории он проходил в отдельных местностях и населенных пунктах, на территории воинских частей. Уже тогда четко обозначились будущие горячие точки, пламя в которых вспыхнуло после распада СССР. Категорически против его развала выступили жители Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии. Однако ни в Тбилиси, ни в Кишиневе это никого не волновало. На Украине, к примеру, к главному вопросу присовокупили собственные самопальные. Согласны ли вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза Советских Суверенных Государств на основе декларации о государственном суверенитете Украины? По давней украинской традиции, как у людей, тот нюансе был очень большой подвох. Жители страны голосовали как бы и за союз, и одновременно за державный суверенитет. Трактуй, как хочешь. Ну, в Киеве и протрактовали. Впрочем, не стоит списывать всю вину за гибель Советского Союза, только на национальные окраины, которые охватил угар сепаратизма. По сути дела, главные сепаратисты в тот момент находились в Москве, как ни парадоксально это звучит. Вынесенный на референдум для граждан РСФСР вопрос о введении в республики президентского поста, по сути дела, ставил окончательный крест на любых шансах сохранить союз нерушимый в том или ином виде. Ельцину, конечно же, личная власть была важнее какого-то там СССР, на развал которого он был настроен изначально. А что если бы? Граждане Советского Союза однозначно хотели его сохранения. Позволю себе лишний раз напомнить цифры, ставшие уже хрестоматийными, за это проголосовало более 113 миллионов советских людей, то есть 76,4% граждан страны. Так почему же СССР пал? Потому что карт-бланш на его восстановление оказался в руках тех предателей и изменников Родины, которые категорически не желали ее сохранения. Несмотря на то, что Верховный Совет СССР по итогам референдума и с учетом совершенно очевидного результата волеизъявления жителей страны принял ряд решений, дававших союзному руководству возможность для наведения конституционного порядка в государстве, Горбачев и его клика затеяли бессмысленный и бесперспективный новоогаревский процесс, который длился до самой гибели СССР. На деле это было никакое не создание союза суверенных республик, как о том вещал Горбачев. что ни на есть пустая говорильня, проводившаяся в самых худших его традициях и служившая только одной цели – протянуть время. Закончилось все известно чем, ГКЧП и беловежским предательством. Могло ли быть по-другому? Конечно, могло. Все, кто твердит о том, что Советский Союз был обречен самой историей, лгут либо сознательно, либо по недомыслию. Никаких непреодолимых предпосылок для исчезновения с карты мира величайшей державы, занимавшей одну шестую часть земной тверди, в реальности не существовало. Жесточайший экономический кризис в стране, как это уже тысячу раз доказано, был создан искусственно, окопавшимися в ее высшем руководстве предателями и дилетантами. Сепаратизм окраин тоже, в принципе, был преодолим. Да, союзным республикам вполне можно было бы предоставить больше экономической самостоятельности, сделать еще какие-то уступки. Но не разрушать страну до основания. Это тем более очевидно, что, к примеру, в том же Казахстане или Азербайджане, прекрасно понимали пагубные последствия как раз в области экономики. Осознавали, что развал тщательно сбалансированного и глубоко интегрированного народного хозяйства СССР ни к чему хорошему для независимых государств не приведет. Как минимум, на начальных этапах их существования. Да, от нового союза можно и даже, скорее всего, нужно было отсечь потерявшую берега Прибалтику. Неплохо было бы, кстати, отправить вслед за ней и Западную Украину, жители которой выскакивали из штанов в ожидании незалежности. Лучше утратить часть, чем потерять все. В 1917 году большевики отпустили Финляндию и Польшу, понимая, что их не удержать, да и ни к чему это делать. Однако тогда у руля стояли истинные лидеры и истинные патриоты своей родины. Да-да, да, при всем своем интернационализме и мечтах о земшарной республике советов, именно большевики были теми людьми, которые сумели остановить, а затем и повернуть железной рукой вспять процесс полного распада Российской империи. И запущен этот процесс был никак не ими, а устроившими февральскую революцию, а затем бездарнейше профуковшими все, что только можно господами либералами и демократами. Это исторические факты и спорить с ними бессмысленно. Увы, в 1991 году около все того же руля толпилась жалкая кучка людишек, которые, будучи вроде бы идейными последователями титанов, создававших и отстаивавших СССР, на самом деле способны были лишь заучено вторить их цитатам, ни на грош, ни веря в декларируемые принципы и лозунги. Что могли спасать деятели, полностью зависимые от запада и молившиеся на него. Те, кто ставил под вопрос возможность сохранения в стране социалистического строя и советской власти. По-другому было нельзя. А вы расскажите это китайцам, которые сумели не просто перевести собственное народное хозяйство на вполне рыночные рельсы, но и создать сильнейшую в мире экономику, при этом не отказываясь от коммунистической идеологии, не предавая свою историю, не оплевывая свою страну и собственных великих вождей. Спасти Советский Союз было вполне возможно, он собственно и не нуждался ни в каком спасении. Просто необходимо было не допустить всех тех процессов, которые привели к его разрушению. Однако делать это необходимо было не в 1991 году, а гораздо раньше.